21 июня 2020 года. Сегодня я хочу рассказать вам о храме Гроба Господня. Много раз в своей жизни я рассказывала паломникам, делали мы передачи на телеканале «Союз», но одна часть темы всегда оставалась за скобками. Никогда не хватало на неё времени, никогда не было возможности поставить людей под палящим солнцем на площади у храма Гроба Господня и рассказывать им 10, 15, 20 минут об этом. Для телеканала «Союз» тоже всегда важнее всего был показ храма, рассказ о святынях, о Голгофе, о Гробе Господне. А между тем, сама постройка храма Гроба Господня, история храма Гроба Господня имеет большое значение для нас с вами, как сегодняшних христиан. Если мы осмыслим, чем был храм для людей 4 века, кем и когда, и для чего, и как он был построен, мы многое поймём из наших с вами сегодняшних реалий. Мы по-другому осмыслим историю церкви и, может быть, сможем найти ответы или хотя бы какие-то пути к поискам правильных ответов на те вопросы, которые встают сегодня перед нами, сегодняшними христианами, живущими в очень тяжёлый период, скажем так, да, когда почва под ногами у нас с вами колеблется, колеблется наша церковность, как нам кажется с вами, да. Сама церковь кажется очень неустойчивой и не всегда нам понятна позиция церковных властей, позиция вообще христиан в этой нынешней ситуации мирового такого, кризиса грядущего. И вот, возможно, после сегодняшнего выпуска моего блога вы сможете дать себе ответ и найти путь к решению этих серьёзных очень вопросов и проблем. Начнём же мы с вами с того, что строителем храма Гроба Господня является император Константин Великий христианской церковью и у нас, и у католиков с некоторых пор он признан святым, хотя личность его, как любого, наверное, императора, любого человека, власть имеющего, очень противоречивая и сложная. Об этом можно было бы вообще сделать отдельный длинный выпуск. Мы, может быть, когда-нибудь и придём к этой теме. Сегодня я вам расскажу об императоре Константине только самые главные моменты, касающиеся нашей сегодняшней темы. И дальше мы с вами поговорим о храме Гроба Господня и о роли храма Иерусалима в церковной истории. Каким было христианство до IV века, до Константина? Что вообще происходило и в чём, собственно говоря, была роль Константина? Что он такого великого сделал? Почему мы называем его святым, этого императора? До Константина Великого, то есть до IV века, в первые века христианства, церковь наша была совсем другой, не такой, как сейчас. Это были отдельные общины, объединённые под епископами. И священников, и епископов выбирали сами люди. Никакого церковного единства ни в каноническом смысле, ни в смысле традиций, обрядов, даже самого богослужебного чина и порядка не существовало. У каждой общины была своя практика и богослужебная, и богословская, и общежительная. То есть всё у всех было разным, если сказать очень кратко. Между тем, первые, по сути дела, 250 лет существования христианской церкви, начиная с 64 по 311 год, это был страшный период мученичества. И поэтому ни до церковного единства было. Никому не приходило на ум как-то церковь превращать в какой-то земной институт, как-то её приводить к единому знаменателю. Мученики жили исповедничеством, проповедью. В любой день, в любую минуту, любой настоящий христианин был готов отдать жизнь за Христа. И это были не пустые слова, это была реальность. Это была реальность, в которой они, их дети маленькие, жили каждый божий день. Каждую ночь они причащались, готовые умереть за Христа. И такие вопросы, как догматическое учение о сущности Божией, учение о Пресвятой Троице, учение о Личности Господа Христа, о почитании Божьей Матери, не решались путём обсуждений, путём богословских каких-то выводов, они решались практически, на практике. Человек веровал в Господа Иисуса Христа, исповедовал Его Богом и Спасителем, и шёл за Него на арену с дикими зверями, или на страшные мучения, на колесование, на казнь, и отдавал за Него жизнь, становился святым. Вот такой была наша первая с вами церковь. И Господь без меры давал первую благодать. Однако за первым классом следует второй, а дальше третий и четвёртый. Мы не можем с вами вечно оставаться маленькими детками, мы должны расти, и так же росла наша с вами церковь. И вот какими путями Господь эту церковь растил. В IV веке Римская империя становится из языческой христианским. Это потрясающий момент, и так Господь судил, что произошла христианизация Римской империи через одного единственного человека, императора Константина Великого. Император Константин был сыном римского офицера. И простой женщины Елены, она была дочерью трактирщика. Познакомились они, как рассказывают историки, позднейшие правды. На самом деле мы не знаем, да, такая история была принята позднее. Мы не знаем на самом деле, как это было. Но, как считается, познакомились они в гостинице ее отца, куда Константин после очередного похода со своим отрядом воинов заехал ночевать. А Елена ухаживала за конями. Она была конюхом. И когда он вставил свою лошадь, он увидел девушку редкой красоты, как ему показалось. И она носила на руке серебряный браслет, такой же точно, как был надет на руке у него. И он влюбился и почувствовал, что это от богов знак, что она его суженная. Однако брак их не мог состояться, потому что они были неравного сословия. Отец Константина, которого, кстати, звали Констанций, похожее имя, стал сожительствовать с Еленой. В Древнем Риме это было принято, это считалось, называлось она конкубина. То есть она была его не жена, а конкубина. И этот брак в Римской империи признавался. Естественно, не имела она никаких прав на наследство и так далее, но, тем не менее, это не считалось противозаконным такое соединение. И вот у них рождается сын Константин. Тем временем карьера Констанции идет в гору. И вот соправитель Восточной Римской империи Максимиан вынуждает Констанции отказаться от своей жены Елены и своего сына и жениться на своей падчерице. Ну, как считается, у Констанции не было никакого другого выхода, поэтому он оставляет Елену, которую любил, и Елену отправляют в роскошный дворец. Она пользуется всеми, так сказать, благами и почестями своего бывшего мужа. Но, однако, у нее забирают сына. Константин будет воспитываться при дворе правителя Восточной Римской империи Диоклетиана. Это тот самый Диоклетиан, который был гонителем христиан. Считают, что мать Константина, Елена, именно вот там в изгнании, в одиночестве, в отлученности как бы от своего сына именно и пришла к христианству. Кто-то, видимо, из служанок был христианкой, ее крестил. Другие же говорят наоборот, что Константин впоследствии придет к вере, и он же привел свою мать. Здесь есть очень много версий, потому что нет у нас ни одного единого достоверного описания жизни Константина Великого и Елены. Что касается Константина, единственная книга Вита Константина, жизнь Константина была написана Евсевием Кисарийским. Это был епископ, приближенный к Константину, и это скорее похоже на агеографию, то есть на житие, чем на исторически правдивое описание жизни императора. Поэтому мы не знаем, собственно говоря, что там придумано, а что действительно достоверно. Поэтому я озвучиваю вам некую такую среднюю версию, да, наиболее общепринятую. И вот впоследствии Константин, который находился фактически на правах заложника при дворе Диоклетиана, получает все-таки там великолепное образование, а растет он в некомедии, в некомедии общество было очень таким, много было философов, мыслителей, открытое такое было очень. И, возможно, там он уже мог в юности общаться и с христианскими интеллектуалами, и с языческими, да, то есть мог получить представление о христианстве и какой-то симпатии к этой религии проникнуться. Могло такое быть, несмотря на те гонения, которые были от Диоклетиана. И вот дальше Константин бежит из дворца, отец его сильно болен, Константин бежит к нему в Британию, Констанций был в тот момент соправителем Западной Римской империи, Константин помогает ему в военной кампании против пиктов и скотов на севере Англии, и через полгода после встречи отца и сына, собственно, отец умирает, завещая престол сыну, и армия, что было очень важно в римском праве, поддерживает выбор Констанция, потому что отца Константина армия очень любила и уважала. Он был и хорошим воином, и, как в традиционной истории рассказывает, очень щедрым, добродушным и справедливым человеком. И вот совсем юный Константин становится соправителем императора Западной Римской империи. Дальше он будет вовлечен в политическую военную борьбу. Это длинная, интересная, но длинная история. В конечном итоге будет решающая битва между сыном Максимиана и Константином. И вот перед этой битвой Константин молится Богу. Как рассказывает нам историк Евсевий, Константин думал долго, к какому Богу обратиться, и решил обратиться к тому Богу, которого почитал его отец. Как говорит нам Евсевий, Константин почитал Бога единого. И вот Константин молится ему и просит помощи в этой борьбе. И в этой борьбе, простите, просит победы в этой борьбе. И вот видит он видение. На небе является крест, созданный как бы из солнечных лучей, и надпись «Сим победишь», «Сим побеждай». Ночью снится Константину Христос, который говорит «Знамение моей победы, изобрази на счетах воинов, и победа будет за вами». Константин наутро дает приказ всем иметь на счетах изображение креста. И действительно в битве у Мульвиева моста в Риме побеждает он Максенция и становится единым правителем обеих империй, восточной и западной. И вот Константин начинает менять всю структуру Римской империи. Он превращает Римскую империю в христианскую. Он рушит языческие капища, строит храмы. Он до этого еще участвовал в вердикте, который давал христианам право молиться, останавливал гонения на них. Теперь же он выпускает их всех из тюрем, продолжает дальше. Этот процесс возвращает христианам имущество, объявляет воскресенье нерабочим днем, то есть меняет с ног на голову, переворачивает всю структуру государственную, делая государство империю христианской. И вот здесь мы видим с вами удивительный момент, когда христианство обретает форму. Обретает форму очень земную, очень, скажем так, подкрепленную земной властью. Иными словами, с этого момента христианство как вера, как религия и империя римская будут жить вместе, развиваться вместе, будут навеки сплетены неразрывно друг с другом. Земная власть и церковная будут составлять, в общем-то, одно целое на много-много веков. К этой теме мы с вами еще вернемся и посмотрим, какие выводы из этого можно сделать. А сейчас же скажем, что Константин совершил три важнейших деяния для осуществления вот этой идеи. Во-первых, он собирает первый в мире церковный собор, вселенский церковный собор в Никее, первый вселенский собор, на котором были утверждены важнейшие вещи. Во-первых, то, что сын не сотворен отцом, а рожден от отца, что он происходит от отца и что они равны абсолютно с отцом, о единосущности отца и сына. И второй момент, это второе важное решение этого собора, решение праздновать Пасху христианскую отдельно от иудейской. То есть те связи, которые были у христианства иудаизма, те связи, которые существовали в иудео-христианских общинах, Константин окончательно разрывает. То есть как бы отрезает пуповину. Отныне христианство будет существовать абсолютно отдельно от иудаизма. Никаких связей больше нет. Потому что теперь Пасху празднуют христиане везде и повсеместно. В первое воскресенье после еврейской Пасхи, после, там, вы знаете, да, Пасахали и правила после весеннего равноденствия и так далее, выбирается, рассчитывается дата Пасхи. Но запрещено теперь праздновать Пасху вместе с иудеями. То, что раньше практиковалось во многих-многих христианских общинах. Следующее важнейшее, вытекающее из этого действия будет создание Иерусалима. Иерусалим в Ветхом Завете был важнейшим городом. В Иерусалиме стоял храм Богу Живому. В Иерусалиме находился ковчег Завета. В Иерусалиме царь Давид говорит, что Господь соберет все народы. Пророки используют Иерусалим как образ Царствия Небесного. И вот Константин воплощает это в жизнь. Он открывает нам гроб Господень, Голгофу и строит храм. Об этом мы расскажем чуть подробнее. И сегодня я была в Старгороде, сняла несколько кадров. Поэтому будем сопровождать наш рассказ с вами показом. Император Константин, его мать Елена, прибывают в Иерусалим. Что они обнаруживают? Иерусалим был в то время языческим городом. Иерусалим был разрушен до основания в 136 году императором Адрианом. И на месте его был построен языческий город Элия Капитолина. В этом городе была, как и положено, была у римлян главная центральная городская площадь Форум. На нее вели ступени. Площадь находилась на возвышении на холме. И окружена была красивейшей колоннадой. И там стояли два капища, два языческих храма. Богу Аполлону и богине Венере. Император узнает от местных жителей христиан, что именно под этим холмом, искусственно насыпанным, и нужно искать гроб Господень и Голгофу. Император приказывает разрушить капище и срыть этот холм. Работа была колоссальной, при том, что землю считали оскверненной языческими жертвоприношениями. Поэтому увозили ее далеко от Иерусалима. И когда выкопали этот громадный котлован, то есть срыли этот искусственный холм, обнаружили внизу действительно холм Голгофу. Камень, на который клали тела умерших, готовили их к погребению. Камень помазания. И множество погребальных пещер. Как говорит древнее предание, одна из пещер была наполнена невыразимым светом тонким. И поэтому и определили, что эта пещера и была погребальной пещерой Господа Иисуса Христа. Под самой Голгофой царица Елена обретает животворящий крест. И вот император строит великолепный храм. Это было действительно восьмое чудо света. К сожалению, храм не сохранился до нашего времени полностью. Храм гроба Господня не раз повреждали варвары и очередные завоеватели Иерусалима. Храм отстраивали и перестраивали заново, никогда, впрочем, не теряя самого гроба Господня. Но, тем не менее, все внешнее и вокруг не раз изменялось. И последний раз храм был перестроен крестоносцами. До этого один халиф египетский разрушил сильно храм. И поэтому крестоносцы, отремонтировав его, решили не просто отремонтировать, а решили его уменьшить, перестроить, сделать его более современным и компактным по тем временам. Поэтому здание храма гроба Господня, которое мы видим с вами сегодня, это здание XII века, окруженное в более поздние времена пристройками всевозможными. И потому мы не можем судить об архитектурных достоинствах храма гроба Господня, ни времен Константина Великого, то есть первого храма, ни времен даже крестоносцев. Что сделали крестоносцы? Они под одну крышу объединили три отдельных храма, которые изначально сделал император. Как же мог выглядеть тот первый храм гроба Господня? Это было огромное здание, раза в два, даже два с половиной больше нынешнего, и представляло собой три отдельных храма, окруженных вокруг колоннадой. Над гробом Господнем была поставлена часовня, царская усыпальница. Нынешняя часовня – это X век. При императоре Константине Мономахе была перестроена та оригинальная древняя часовня, потому что была сильно повреждена еще и землетрясением. Поэтому мы опять же с вами можем только судить о примерных очертаниях. При Константине Великом, говорят, часовня гроба Господня была более красивой, украшенной также и золотом, и дорогими породами дерева, и мраморными колоннами. Была она сквозной и более легкой. В то время так строили. Дальше второй храм был построен над Голгофой, третий – над местом обретения креста Господня. Над самой горой Голгофой храм был небольшим, и главным здесь был даже не сам храм, не его красота, а крест Спасителя, который стоял прямо на том же месте, где он и стоял оригинально в начале, когда на нем был распят наш Господь. Крест был украшен золотой рамой, драгоценными камнями, и на Голгофу вела великолепная мраморная лестница. Напротив же Кувуклии, напротив часовни Гроба Господня размещался огромный храм Мартирий. Собственно говоря, вход в храм Гроба Господня был в то время совсем с другой стороны, со стороны, где теперь располагается Александровское подворье, порог судных врат. И вход в храм Гроба Господня – это был вход на форум, то есть на центральную площадь города. Поднимаясь по великолепным ступеням, люди попадали к трехарочному входу и сперва входили в Мартирию. Мартирий – это был огромный храм с такими высокими сводами, что голова окружилась у тех, кто смотрел наверх. Нынешний храм Воскресения Христова, находящийся напротив Кувуклии – это часть древнего Мартириума. Он был украшен голубой и золотой мозаикой, говорят, что свод его был похож на небесный свод. И красота была неописуема, и главное, что это был самый большой храм на тот момент не только в Иерусалиме, но и вообще в Римской империи построенный. И вот, пройдя через великолепный Мартириум, где проводились патриаршие богослужения праздничные, всегда на все 20-е праздники, человек подходил к гробу Господню. Сейчас в храме Воскресения Христова также проходят все патриаршие службы на большие праздники, и этот храм является главным храмом нашей Иерусалимской патриархии. И вот человек подходил к часовне гроба Господня. Она была окружена анастасисом, анастасис – такое круглое, большое помещение, ротонда, как еще называют. И сейчас мы ее видим, но она, конечно, уже не так украшена, и колонны здесь крестоносцами поставлены. Однако в этой части храм, в общем-то, сохранил свои архитектурные, оригинальные очертания. И вот, войдя в саму гробницу Спасителя, человек прикладывался, поклонялся к гробу Господню и выходил на ту сторону, то есть она была сквозной. Таким образом, мы видим с вами новый Иерусалим, построенный на месте Иерусалима Ветхого. Мы видим с вами победу над смертью, обозначенную гробом Господним и великолепным храмом. Христос победил смерть. Император при помощи Господа Христа побеждает всех врагов. На месте Ветхозаветного Иерусалима стоит Новозаветный Иерусалим. Ветхозаветный храм упразднен и разрушен еще в языческие времена, разрушен по воле Божией, на его месте стоит новый храм Богу Живому – храм в Иерусалиме. Таким образом, Иерусалим и храм гроба Господня становятся неотъемлемой частью христианской веры, богословия христианского даже на много-много веков вперед. По принципу Иерусалима, где центр города и главный храм Воскресения, и все вокруг него будут строиться впоследствии все христианские города, и сам Константинополь со Святой Софией как главным храмом, стоящим на главной площади и являющимся главным местом в городе. Все христианские города, вспомните, собор Парижской Богоматери во Франции, собор апостола Петра в Риме, храм Василия Блаженного в Москве – это все модели Иерусалима. Есть замечательный ученый российский Лидов, вы можете почитать его интереснейшие статьи, работы. Он создал такую теорию, очень совершенно справедливую, о иеротопии, то есть изображении и перенесении священного пространства. Вот это и будет происходить в дальнейшем по модели Иерусалима. Будут строиться города, а по модели Византийской империи будут создаваться все христианские империи, где власть неразрывно связана с церковью, гражданское право, законодательство неразрывно связано с богословием. Известно, что при Константине Великом очень сильны были Ариане, и сам Константин поддерживал Ариан. Ариане считали, что сын сотворен отцом, и что сын не существовал прежде отца, и что сын ниже отца. Вот эта система богословского мышления гораздо больше подходила к мышлению имперскому, где император главный и под ним все остальные, чем наше с вами троическое богословие, где отец, сын и дух святой равны, соединены божественной любовью. Как это не может быть три императора, правда же? Соответственно, это влияло. Хотя и созвал Константин Никейский собор, на котором Ересярия была осуждена, но сам он поддерживал Ариан. За Никейским собором ведь был Тирский собор, где многие епископы были возвращены в церковь Арианский. Это длинная история, очень интересная. Читайте общую историю церкви, очень много становится понятным. И вот к чему я это говорю. Впоследствии в Средневековье, например, было развито мистическое очень богословие, такое католическое западное. Оно повлияло на законодательную юридическую мысль христианской Европы. То есть христианство всегда будет связано с империей. Неверующие историки скажут вам, ну все понятно? Идеология, промывка мозгов, опиум для народа. Мы же с вами, как люди верующие, подходим к этому совершенно по-другому. И сам гроб Господень, Иерусалим, как и многое другое в нашей церкви внешнее, является символом. Слово символ мы с вами понимаем совершенно неправильно. Поэтому часто говорим, что тот и тот – это не символ, это правда, это истина. Вот так, нет. Слово символ, символон, символос в переводе с греческого означает «связующий». Святой Дионисий Айапагит говорит нам, что вся жизнь наша, как она связана с жизнью божественной, с жизнью высших сфер Господа, Богородицы, святых ангелов, да? Она связана тем, что божественные энергии постоянно передаются от высших чинов ангельских, низшим, и дальше нам, и дальше от нас через молитвы восходят обратно. То есть постоянно идёт движение сверху вниз, снизу вверх. Вот такой круг постоянный происходит. Если говорить про движение в духовных сферах, которые происходят в каждую секунду нашего бытия, так вот проводниками этого движения служат символы, и поэтому мы поклоняемся святым иконам, поклоняясь при этом Богу Единому, используя иконы как проводник этих божественных энергий, как способ связи нашей с невидимым. Вы скажете, ну а зачем? А давайте будем без этого как бы жить и спасаться. Зачем-то нам всё надо, можно просто обратиться к Богу. Но ведь если ты обращаешься к Богу, воздев руки, или как протестанты, соединив руки вот так все вместе, да, группой людей, или просто воздев глаза к небу, или наоборот, наклонив голову вниз, сосредоточившись, сложив руки на груди, ты ведь тоже используешь символы. Это тоже символ. Попробуйте жить без всего внешнего. У вас ничего не получится, потому что мы земные, мы живём в этом теле, и нам необходимы внешние проявления. Когда мужчина любит женщинам, становится на одно колено, или смотрит ей в глаза и говорит, я тебя люблю, будь моей женой. Да, когда мы любим детей, мы гладим их по головке, обнимаем их, сажаем на колени. Попробуйте любить ребёнка, никак внешне это не проявляя вообще. У вас ничего не получится. Да, даже если вы очень строгий родитель, очень сдержанный, холодный человек, вы будете класть ему лучший кусочек на тарелку. Или вы будете как-то помогать ему в жизни, или дарить ему что-то. Вы невольно проявите как-то свою внутреннюю жизнь. Совершенно правильно. Потому что мы живём в земном теле, в земном измерении. И без символов мы справиться не можем никаким образом. Это так же, как попробовать жить и не ходить, не дышать, не двигаться, не моргать глазами, не говорить. Да, то есть это невозможно. Соответственно, вот такое наше отношение к символам. Символ – это проводник. Таким образом, наше с вами восприятие вот всех этих символов должно обязательно иметь под собой серьёзную духовную нашу работу и наше личное общение со Христом. Тогда эти символы будут служить для нами, для нас проводниками в вечность и будут приводить к нам божественные энергии, божественную благодать. Если же для нас патриарх или царь-батюшка, или какое-то святое место, святые камни или храм, или чудотворная икона становится самоцелью, то есть вещью, ценной самой по себе, которой мы фанатично преданы и готовы всех поупивать вокруг ради этого, то мы, идолопоклонники и язычники, мы поклоняемся не символам, мы служим не символам, мы служим Господу. И тогда приходит понимание, что символы, как, например, император, царь или патриарх, или священник, предстоятель от народа, но символизирующий самого Христа во время богослужения, символами являются часто живые люди, то здесь мы должны отлично понимать и разделять их предназначение Богом данное от их немощи и грехов, потому что не может быть без грешного патриарха, без грешного царя, нельзя никого и ничего идеализировать, кроме Господа Иисуса Христа. Все же остальные для нас с вами братья и сестры в первую очередь во Христе. И даже если они ведут недостойный образ жизни, если даже они забыли о своем высоком призвании и делают вещи недопустимые, то, поверьте, Христос плачет, и мы плачем и молимся за них и друг за друга, и за себя самих прежде всего, и другого подхода здесь быть не может. Что же касается святых мест, чудотворных икон, мы всегда видим за ними Христа, мы всегда приходим к этим камням или в эти храмы, не потому что здесь так хорошо, что жить не могу без гроба Господня, здесь так чудесно пахнет, и эти камни такие теплые, что я готов пойти на все преступления в мире, чтобы остаться около этих камней. Не поэтому мы приходим. Приходим потому, что там наш ум и сердце лучше сосредотачивается и лучше устремляется ко Христу. И тогда получается, что эти символы действительно для нас являются проводниками, связующим звеном между нами и Богом, а ни в коем случае ничем иным. Ну вот такой рассказ о гробе Господнем. Честно, я давно мечтала паломникам и вам всем рассказать такие вещи, потому что, на мой взгляд, это очень-очень важно. И слава Богу, что сейчас мой YouTube-канал дает возможность, время, пространство это сделать. За сим я прощаюсь на сегодня, обещаю выходить в эфир как можно чаще, и сообщаю, что через день-два выйдет английская версия этой же самой передачи. Так что не пугайтесь, не смущайтесь, это будет то же самое, только по-английски. Оставайтесь с Господом. Продолжение следует...